Это была композиция Rock With You, танцевать с тобой, из альбома Майкла Джексона Off the Wall со стены. Несмотря на популярность, которая пришла к нему с выходом этого диска, в личной жизни Майкла Джексона все складывалось далеко не безоблачно. Еще в начале 70-х у Майкла возникли проблемы со внешностью. Подошел переходный возраст, и он вдруг как-то вырос на 20 сантиметров. Из милого мальчика Майкл превратился в неуклюжего и нескладного подростка. Нос стал казаться просто огромным, а на лице появились прыщи. Конечно, такое в 14-летнем возрасте случается практически с каждым, но если ты звезда, и твое лицо не сходит с обложек журналов, постеров и плакатов, то эта временная неприятность превращается в настоящую трагедию. Многочисленные дорогостоящие визиты к лучшим косметологам, к сожалению, ничего не дали. И в результате в этот период у Майкла появилось очень много психических комплексов. Характер брата заметно изменился, вспоминает Латоя. Раньше он был очень общительным и легко сходился с людьми, а теперь замкнулся в себе. Он старался не заговаривать с незнакомыми, а если этого нельзя было избежать, смущался и отводил в глаза. Будучи в том возрасте, когда многие юноши уже встречаются с девушками, Майкл сидел дома. Он был в полном отчаянии. И хотя к 16 годам неприятности подросткового периода постепенно стали исчезать, Майкл так и не смог избавиться от психических последствий, вызванных переходным возрастом. Главным его комплексом стала излишняя стеснительность, иной раз переходящая в робость. Однако последствия болезненного взросления были не только психическими. Дело в том, что именно в тот период, желая избавиться от угревой сыпи, Майкл перестал употреблять мясную и жирную пищу и сделался убежденным вегетарианцем. Эта привычка осталась у него на всю жизнь. Было еще одно далеко идущее последствие, определенное тем периодом. Дело в том, что, заработав на продаже альбома со стены миллион долларов, Майкл решил потратить их на изменение своей внешности. Да-да, именно тогда Майкл Джексон решился на свою первую пластическую операцию. Реализовал свое решение он очень быстро, но на этот раз причиной такой оперативности была не его железная воля, а сложившиеся обстоятельства. Дело в том, что во время одного из концертов Майкл, подскользнувшись на сцене, упал лицом вниз и разбил себе нос. Отступать было некуда. Гастроли были прерваны, и Майкл отправился в Лос-Анджелес, где ему сделали первую пластическую операцию. Чисто внешний результат этой операции был очень хорошим. Дело в том, что нос Майкла стал значительно тоньше, а это очень сильно изменило все его лицо. Многие считают, что Майкл решился на хирургическое вмешательство только исходя из чисто коммерческих рекламных соображений. Однако, на мой взгляд, главной причиной, толкнувшей его на изменение внешности, было желание избавиться от своих психических комплексов. Впрочем, как бы там ни было, не нам осуждать или одобрять его, ведь каждое принятое им решение оплачено слишком дорогой ценой. Задумайтесь о том, что можно чувствовать, когда каждый день, подходя к зеркалу, видишь чужое лицо. Попытайтесь понять также и то, каким нужно быть сильным человеком, чтобы, имея огромное количество поклонников во всем мире, выдерживать бесконечное одиночество, в плену которого Майкл Джексон находится уже не один год.